Сахара – это не просто пустыня. Это самый крупный и один из самых беспощадных природных объектов на нашем глобусе. Известная под названием Великая Сахара, она поразительно обширна. Ее площадь составляет 8-6 миллионов квадратных километров. Это целых 30% всей площади Африканского континента и больше половины Российской Федерации. Такой размер, своеобразный гигант среди пустынь, завораживает и внушает страх. Ведь в этом безжизненном пространстве кроется множество тайн и историй, дремлющих под песком. Но насколько недавно, всего лишь 10 тысяч лет назад, климат на севере Африки выглядел совершенно иначе. Он был влажным и теплым, создавая идеальные условия для жизни самых различных видов животных. На их фоне выделялись такие магические создания, как слоны, носороги и величественные львы. В реках и озерах, омывающих эти земли, изобилие рыбы вызывало восхищение. Знаменитое озеро Мегачад, существовавшее в те времена, имело размеры, превышающие даже площадь Каспийского моря, и служило мощным источником жизни и экологическим центром для всей региона. Однако около пяти тысяч лет назад климат изменился, и это стало катастрофическим моментом для этой экосистемы. Внезапное резкое сокращение осадков привело к тому, что пустыня начала активно стремиться захватывать все новые территории, и ее границы неуклонно расширяются. В настоящее время Сахара увеличивается на 10-12 тысяч квадратных километров в год, что эквивалентно площади Москвы, которая составляет 2-6 тысяч квадратных километров. Это означает, что безжизненные пески становятся все более агрессивными в своих стремлениях захватить пространство, которое некогда было обильно растительным и животным миром. Сегодня Сахара – одна из самых жарких и сухих областей на планете. Средняя температура воздуха в разгар лета составляет около 37 градусов по Цельсию, а в самые жаркие дни термометры могут показывать беспощадные 45 десятодекс. Рекордная температура, зафиксированная в Ливии, достигла невероятных 57 ом эпохи декси, так что неудивительно, что даже 30-градусная жара в этих условиях воспринимается местными жителями как легкая прохлада. Осадки, выпадающие на территории Сахары, в среднем составляют около 100 миллиметров в год, что в 7 раз меньше, чем в Москве. В центральной части пустыни осадков и того меньше около 20 миллиметров, и дожди могут отсутствовать в этом районе на протяжении нескольких лет подряд. Сегодня реки с постоянным водотоком практически исчезли. За исключением полноводного Нила, который протекает через этот огромный регион, другие реки высохли или стали временными водоемами, оставив пустоту и безвожность. Разве что единственное крупное озеро на территории Сахары – озеро Чад, и то оно расположено на южной границе пустыни. Однако именно в сердце этой безжизненной территории обнаруживаются удивительные водоемы Унианга, которые привлекают внимание не только исследователей, но и путешественников со всего мира. В данном районе, где дождей выпадает всего 2 мемететрам осадков в год, находятся несколько озер, которые существуют в необычайно сложных условиях. Эти удивительные озера возникли на месте одного огромного водоема, длина и ширина которого некогда достигали десятков километров. В неизменном виде он оставался на протяжении тысячелетий, но вот примерно 5000 лет назад его площадь стала резко сокращаться. С каждым годом климат становился все суше, и это место постепенно умирало. Судьба этого водоема отчасти схожа с ситуацией, произошедшей с нашим знаменитым Аральским морем, однако причины их упадка значительно различаются. Сегодня от этого великого водоема остались лишь 18 сравнительно небольших озер, выполняющих свои уникальные роли в экосистеме этого региона. Эти водоемы делятся на две группы. Кебер и Сибирь, которые в переводе с арабского языка означают большая и маленькая унианга. Расстояние между непосредственно находящимися друг от друга водоемами составляет около 45 километров. Несмотря на то, что все озера имеют общего предка, они отличаются по цвету воды и степени солености. У некоторых из них соленость достигает такой степени, что вода оказывается такой же соленой, как в Мертвом море. Местные жители верят в целебные свойства этой воды и активно используют ее, включая грязевые ванны, что делает эти места привлекательными не только для местного населения, но и для туристов. Интересно, что количество посетителей, которые приезжают в эти отдаленные уголки для исследования озер, невелико – от 500 до 700 человек в год. При этом добраться до этих водоемов крайне затруднительно из-за отсутствия нормальных дорог и развитой инфраструктуры. Красота Унианга – диковинная и многообразная. Здесь можно наблюдать песчаные дюны, горы, каменистые плато и оазисы с зелеными пальмами, создающими потрясающий пейзаж. Чего только стоят такие природные образования, как озеро Катам, разделенное узкой полоской песка шириной лишь несколько метров на две части. Одна часть окрашена в ярко-розовый цвет, по берегам которой добывают соль, а другая часть имеет нежно-сине-голубой оттенок. Длина этого красивого озера составляет 2,5 километра, а ширина – 1 километр. Наиболее внушительное озеро Унианга называется Йоа. Его площадь достигает 3,8 квадратных километра при глубине в 27 метров. Все водные объекты Унианга питаются подземными грунтовыми водами, которые дают им возможность поддерживать баланс воды в течение сотен лет. Исключение составляет озеро Тели. В него вода стекает через подземные каналы из других озер группы Сибир. Площадь озера Тели составляет 4,3 квадратных километра при глубине 10 метров. В пресных водоемах Унианга обитают утки, рыба и улитки. На берегах можно встретить таких животных, как лисы, гиены, капские зайцы и газели. В период сезонной миграции здесь останавливаются перелетные птицы. И действительно вызывает интерес вопрос, как эти птицы находят эту затерянную жемчужину среди бескрайних песков. Вблизи озер Йоа и Тели находятся небольшие деревни, где проживают 9000 и 1000 аборигенов соответственно. Местные жители занимаются сельским хозяйством и выращивают овощи и фрукты, преимущественно финики. Это богатство флоры и фауны существует посреди знойной пустыни, где на сотни километров вокруг нет ничего живого. Средняя годовая осадка здесь составляет всего 2 мм, в то время как испарение воды из этих озер составляет 5-6 метров. В условиях таких строгих климатических условий, видимо, происходит настоящая магия, позволяющая поддерживать жизнь. Неудивительно, что уникальные озера Унианга были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркивая их значимость не только для региона, но и для всего человечества. Уникальные природные объекты этого района активно изучаются учеными, и ликвидировать их значение было бы настоящим преступлением против природы. Эти озера представляют собой не только уникальные биотопы, но также являются настоящими окнами в прошлом нашей планеты. Исследования показывают, что в ходе бурения на дне озера Йоа ученые смогли достичь уровня ледникового периода, преодолев целых 16 метров грунта и 10 945 слоев, каждый из которых символизирует один год существования данной экосистемы. Таким образом, озера Унианга представляют собой гораздо больше, чем просто источники воды посреди пустыни. Они являются невероятными свидетельствами изменений климата и устойчивости природы, и их уникальное состояние создает почву для самых различных научных исследований. Все больше ученых обращает внимание на важность охраны этих необычных водоемов, ведь мы все находимся в условиях быстро меняющегося климата, и эти сложные экосистемы могут дать нам ключ к пониманию того, как мы можем бороться с климатическими вызовами в будущем. За ними внимательно следят экологи и исследователи, осознавая, что этот уникальный регион является одной из немногих природных драгоценностей на Земле, которые требуют заботы и защиты. Субтитры создавал DimaTorzok